Добрый день! Меня зовут Валерий Юрьевич Мацнев. Я жертва Иисуса Христа и его банд, так же, как и вы. Хотя вы этого, возможно, еще не понимаете и думаете, что это добро, любовь, бог. Как я начал эту тему? Это лучше в один видео расскажу потом, чтобы мне было очень много. Начнем про то, что Иисус и его банды виноваты во всех моих проблемах и ваши. Они должны за это заплатить из своих несметных богатств. История христианства, история жутчайших преступлений, невероятную жизнь. Я подробно изучил этот вопрос, собрал много материалов на сайте leotaxil.ru, изучая книгу «Священный вертеп». А так же материалы, которые собрал на сайте jokohank.ru и другие. Такие невероятные факты, что я не верил своим глазам и стал проверять по другим источникам, чтобы сказать, что да, действительно и право, а то они будут говорить, что атеисты врут, как всегда. Это вы просто верите, потому что там сказали и так далее. Нет, я проверил все. Я очень подробно все проверил, изучил. На самом деле это так. История христианства, жутчайших преступлений, невероятных преступлений и просто невероятных лжих. Это самое невероятное и смешное. Если не считаешь, что это правда. Для жертвов это не смешно. Ну, да. Так вот. Православие, кстати, не лучше. И протестанты тоже створили много ужасных вещей. В свое время там был тоже кровавый пиздец. Когда они тут начинали и читали. Но все они все равно вышли из католичества. Хотя при этом, при этом, что самое забавное и интересное. Они утверждают. В православной брошюре пишут католичество. Там на сайте жопханка.ру где-то есть. Католичество отсоединилось от нас в таком-то году. А не католичество отсоединилось от православия. Серьезно, блин. И в Симсоне тоже такое. В Симсоне, в котором пастор говорит. Они отсоединились от нас в таком-то году. Хотя они появились позже. Ну, это, думаю, тоже закономерно. На этот вопрос говорят, что молодым это было давно. Но знаете, у нас есть закон, по которому педофилам запрещают передовых школах. Может его отменить? На самом деле. Это же было давно. Ну, был педофилом. Теперь отсидел там. И в школу опять. А почему тогда организация, запятнавшая себя таким количеством преступлений, имеет право в школах и вообще учить кого-то жить? Знаете? Второе. Ложь в служении сатане. В Библии так и написано, да? Как сказал один проповедник, сатана, он не злой. Он лжет. Он не злой. Он лжет. И они отличаются невероятной лживостью во всех их управлений. Много примеров, доказывающих это, я собрал на странице «Ложь в служении сатане». Смотрите в описании к видео. Потовыли статьи на сайте церкви Хэнка, жопахэнка.ру, и на всех других страницах, да, пожалуй, даже на любой странице сайта. Поэтому впредь предлагаю называть их никак иначе, как истинными сатанистами. Истинные сатанисты они, вот когда они. Потому что ложь в служении сатане. А вот на странице «Ложь в служении сатане» вот как раз история того, как я к этому пришел и открыл. Блин, я посмотрел то, что они пишут про ложь. Ложь это то, это все, это не только думать одно, а говорить другое совершенно. чтобы обмануть. Это и рассуждать мало понятных вещах. Это невыполнено обещание. Это много еще чего еще. То есть они под это определение очень хорошо подходят. Вот дальше. Вообще идеально. Но ложь, любая ложь, все есть в христианстве. На сайте жопахэнка.ру дофига примеров. Это для них просто естественно, привычно. Они-то сами не замечают, по-моему. Их прихожане тоже. Так вот. Поэтому предпринимаю их называть не иначе, как истинными сатанистами. Потому что ложь это служение сатане. А их ложь постоянная, просто невероятно. Невероятно. Я все эти шесть лет, изучаю эту херню. Я удивляюсь их в живости. Там на сайте много примеров. Но есть такие, которых нет. Но тоже крутые. Просто не играет. А если они лгут, тем более так, то значит, кому они служат на самом деле. А те, кого сейчас называют сатанистами, на самом деле, просто их жертвы. Сатанисты, те, кого сейчас называют сатанистами, это просто их жертвы. Никакие не сатанисты. Сатанисты настоящие. Это попы. Вот они истинные служители сатаны. Истинные служители лжи. Да и сами создают проблемы, которые решают. Они сами создают проблемы, которые решают. Как вот одна знакомая рассказала, как она зарабатывала. Знакомаясь с начальником, у меня с фирмой входила в доверие, узнавала нужную информацию. Потом стала проблема с базой данных, например. И после этого звонит и спрашивает, что дела? А он да вот проблемы какие-то. А знаешь, я знаю людей, могу помочь. Ну, конечно, бесплатно и прибыли пополам. Он говорит, спасибо, Ирочка, как ты меня выручила. Что бы я без тебя делал? Благодаренств великий. А она их и стала, говорит, смерзкая. Сейчас, поединю. Здесь Лера, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok. Не обращайте внимание, просто смеяться это моя религия. Ну, по-другому, если. Смеяться и улыбаться. Или так. Начальник уволен и прощаченый говорит ей, Ирина Витальевна, больше всем не жалко прощаться с вами. А она, говорит, я такое устроила. Я, говорит, и устроила так, что вы уволили. И смеется так. Ну, на самом деле, хороший человек расставился. Она переживала за то, что много злой причины увидел. Хорошая девушка. И за это страдала, может быть, из-за того, что новую дизельную пострадала. Из-за этого бухала очень сильная была. Не команда. Вот. Ну, просто пример. Хорошая девушка. Добрая, в принципе. Не знаю, почему она так в целом встретилась, что я тут вот здесь жила. Супай. Так вот. Так же поступают и церкви. Они создают малоимущих, бомжей, больных, засирая им мозг. Так, чтобы они сами такими стали по своей воле. И сами, не зная почему, и сами себя в этом винили. Как сказал один поп, человек, который себя любит, никогда по Богу не станет. Человек, который себя любит, никогда по Богу не станет. Говорит Бог, да? А кто же учит, что любить себя плохо? Возлюби биженную, как самого себя могут возразить в ней. А как же, а как христианин должен виться к себе? христианин, христианин должен себя ненавидеть буквально. Считать себя хуже всем, всех грешным, винить и так далее. Как он, получается, должен относиться к другим? И так получается ведь? И можно привести другие аргументы. Поэтому, поэтому, кроме как истинные станисты, можно назвать попов создателей бомжей. и на сайте жопах.хэнка.ру в каталоге статей есть страница с этим видео. Называется попов создателей бомжей. А нередко более такие в истории да, они редко более такие в истории, которые сами раздавали свое имущество нищим, немало имущества причем. На громом состоянии. И становились в их ряду по совету Христа. Он сказал, есть хуже будет совершенным, раздай все нищим. Вот если кратко, я вообще не там прочитайте. Вот, да? И смотрите про это например на странице масштаба маразма, терпением, бедности и другие христианские ценности. Вот там я собрал тех примеров, которые нашел. А потом говорят, что вот мол, мы помогаем бедным, кормим бомжей, помогаем больным, ставят себе это в заслугу. А они им спа-си-и-бо. Как вот жертвы рементальные. Что бы мы из вас делали? А они-то и сделали их такими. Причем часто так, что они сделали это сами. И сами не понимали почему. Они это сделали. Просто так получилось. Да? Вот как бы. А что бы они делали, если бы не они? Что бы они делали? Вот они говорят, что мы без вас делали. Какой-то он могил. Что бы они без них делали? Дружелюбим, без проблем, достатки счастья, скорее всего. По крайней мере гораздо лучше. Поэтому если они действительно хотят помочь нищим и больным, то реальные и справедливые помощи будут не подачки гидать, а сделать как сверху иисус. Что бы быть совершенным. Но так, чтобы они вновь не стали бездомными. Если раздать все нищими, они все пройдят, пропьют и вновь станут нищими. Как бы нас сделать так, чтобы они были нормальными членами общества раздать им имущество попов и других сатанистов истинных. Чтобы они вновь не старые бомжами. Попить если рано водички. то же самое с алкоголем или все желание через наоборот. То же самое с алкоголем и наркотиками, например. Как я подробно объясняю на странице. я выяснил в 2009 году я вернулся из Москвы в репрессии и пил водку сгорала как воду. И от одной бутылки он не пенил. А раньше прыгал когда пил грамм 250 уже пьяный. А тут бутылки водки отрезаны. Потому что было состояние такое в депрессии. Там я описываю. Потому что совершенно по-разному возить другую. Я понял тогда что выписали впечатление. Так обладают такое облегчение. Так хорошо становится когда тебе очень плохо. всю жизнь кончена. Когда ты думаешь о самоубийстве. Когда у тебя есть будущее. По крайней ты так думаешь. Все хорошо. Выпишу. Это горькое. Никакое веселье. Это внушение. Может быть. Хорошей компании. Рассказывают какие-то. Добрались друзья. Рассказывают не добычу истории. Пьют водку. Веселис не отводки. тут общение. Подмен по нему тоже будет. Тогда я понял что выписан если чувствую веселость. Хорошо. То же самое пиво. И проблема в том что мы делаем то что мы хотим. И чрезмерно. делаем то что мы не хотим на самом деле. Но здесь не описано это. импровизирую. Я написал вот. Так вот. про это подробно может прочитать на странице алкоголь. Хотя там очень плохо написано из-за голик. снимают так вот алкоголь снимает чувства вины стыда законности то есть синтези и тому подобное. А кто пропагандирует страдания и учит накручить всякие негативные чувства. Они борются против пьянства делают так что захотели чтобы это нравилось. И так во всем. И проблема с алкоголем например как в основном в том что мы делаем то что мы хотим а в том что мы делаем то чего не хотим. как фильмы я и другие. Потому что другие говорят вкусно потому что другие так делают. Из-за этого все проблемы. кто так учит подражать святым и во всем свои мысли согласуют с книжкой а не своей главой думать кто какую проблему не возьми на самом деле везде так все через желание все через наоборот они не учат не учат делай зло это хорошо а делаю слабыми делай трусливыми делая обиженными и несчастными чтобы захотелось сделать что плохое смотрите например страницу не от силы от слабости все через наоборот если подаваете какое-то чувство то она будет ток расти подавление сексуальности и злости запрещение всего этого ток растет желание интерес ну тут я хотел стать еще про видео андрея макрицы преподаватель курс нарбекова про то что он сказал отрывок мастерской спины в которой может найти по ссылкам ниже по ссылкам постоянно виден настроение что он руководит нами большинство людей приучило себя что должны быть причины для хорошего настроения а должно быть наоборот и что человек ничего ничего отрицать на человек своего условия физического отрицатель становится все у человека что они контролируют место не вовремя если все время то просто так прощать как будет христианство то будут убежать но прощать надо и полезно это делает сильнее на самом деле но христианство превратил превратила прощению слабость и трус что-то неправильно неправильно от этого возникает обидно самого себя христианство учит быть добрыми и хорошими вы посмотрите иди не злобно на самом деле вот ходила фильма монах григория бывшего выбора барана и михаила барана вы найдете в интернете вот навряд боев храме гроба господня тоже пример хорош там они дерутся по пылью не забудь стоять слуха в описании и множество примеров еще можно привести вот они говорят одно дело другой как будто все нормально победить провалить 5 лучшего на самой чистой вода которой сны гарантирован чисто если вы его получать методом опалим единственный способ получить действительно чистую воду и и Кстати, забыл такую важную вещь сказать. Как сказал еврей, кого не слайден, человеку свойственно стремиться к удовольствиям и уходить от страданий. Человеку свойственно стремиться к удовольствиям и уходить от страданий. Хе-хе-хе-хе-хе. На самом деле так и есть, да? Вот это еврей, кого не слайден. И вот, этот принцип избавится во всех христианствах. Алкоголизм, курение, наркомания, беспорядочная половая связь, бездетность, сексуальное извращение. С ним христианство борется, да? Ну как? Это плохо. Это грех. Мы категорически против этого. Но это называется удовольствие. Удовольствие, которое мы должны себе отказать, потому что все это грех и вредно. Но удовольствие. Запомните это удовольствие. Вредно. Грех. Из этого будьте паду. Но удовольствие. Это вот люди, живущие для себя. Живущие в свое удовольствие. Кайфующие и получающие от жизни все. Ну так они говорят. Вот это люди, которые кайфуют. Которые получают от жизни все. Которые живут в свое удовольствие. То есть это внушение получается. Что бы захотели и сами. Сами там не понимают откуда. Сами захотели. Это я так захотел. Это мои мысли, это мое желание. Вот так подумать. Они же против. Они же с этим борются. Семейные ценности. Здоровый образ жизни. Семья. Дети. И тому подобное. Все хорошее. Правильно. Все хорошо. Делайте это. Это правильно. Так надо. Но. Страдание. Тяжело. Скучно. Неудовольствие. И тому подобное. Это жизнь не для себя. Это жертность. Это трудно. Это работа. Ну так где ассоциация? Такими ассоциациями они все. Все ожидают. То есть программирование. Что бы сами не захотели и сами отказались. И это было ваше желание. Вот так думали. Это я так думаю. Это мое желание. Это я не хочу. И вот она ответственность рассказывала. Что садится. Она делает уроки. И ей не интересно. А она повторяет. Мне интересно. Мне интересно. Мне интересно. И что? Если она здесь интересная. Она закончила школу институт. Золотой медалью. А что делают истинные сатанисты. Создатели бомжей. Они программируют наоборот. И почему-то не хочется. Сам не хочешь. А они-то за. Пропагандируют. Девы. Ты что? А как на самом деле? На самом-то деле это жизнь для себя и удовольствие. Это на самом-то деле удовольствие. Но для несчастных, вторающих людей. То есть вот эта наркомания, организм. И тому подобное. Обжорство. Что они тоже сегодня. Извращение. Это удовольствие. Но только для несчастных, страдающих людей. Для больных. Душой. Но они-то этого не могут сказать. Потому что они пропагандируют страдания. Поэтому они говорят, что это удовольствие, это удовольствие. Так, на чем осталось? У которого в жизни сложилось, или в котором больно и плохо. Это удовольствие. Почему-то плохо. Но ты не знаешь почему. И чем хуже, тем оно приятнее на самом деле. Подробнее смотрите на страницах алкоголизма и наркомании. А мы настолько привыкли делать все по привычке. Традиции. Потому что другие. Настолько не обращать внимания на свои чувства. Игноривать их. Что ощущение, что даже незамечаемое. И вот я вот и по себе помню. Кто-нибудь не скажет. Непонятно почему. И все это делается через тренировку. А то, что страдание, это на самом деле есть счастье для счастливого человека. А для несчастного. Здесь еще написано. Все это делать через правила для всех. Но через правила для всех надо, наверное, немножко объяснить будет. Потому что непонятно. Там на странице про питание, например. Про еду. Чтобы было понятно. Я постараюсь быть короче. Чтобы блин уже 26 минут снимаю. Но я уже близко закончу. А то, что они называют страданием, да. Жизнь для себя, не удовольствие. Это и есть для счастья для нормального и счастливого человека. А для несчастного это страдание. Но вот они находятся в самой непривекательной и увеличивании. Вот. В этом есть плохое. Они-то учат так, что... Но они еще учат так, как жить и мирной жизнью. Чтобы для любого она станет сложной и трудной. По этой теме я рекомендую знакомиться с статьей «Масштаб маразм. Любовь, семья, дети». Чтобы было понятно. Там много примеров. Гомосексуализм – новая мировая религия. Гомосексуализм – предофилие, как я выяснил по себе, тот же результат болезненного состояния. Результат страдания разного рода. Именно в таком состоянии прилипают такие мысли, которые люди принимают в свои. Только нужно их почаще повторять. Почаще об этом думать. Чтобы люди почаще думали. Важно не то, чтобы об этом много говорить, а чтобы в этом много думали. Вот они так умеют сделать. Первое. Для того, чтобы проводить человек. У нас делают гомосексуалисты, педофилы. Люди становятся такими. Я не думаю, что они такие от рождения. Что это естественно, что это их. На самом деле нифига. Это я выяснил на основе. Это Бог помог. Были знаки. И вся моя судьба, вся моя жизнь будет для того, чтобы я это понял. Вот как они это делают. Как они это делают. Как вы считаете. И как вы победите. Надеюсь, у меня получится. Болезненное состояние. Когда душа страдает. Депрессия. Очень плохо. И вот такие мысли надо. Все время говорить. Все время говорить. Думаю сексуализм. Что все время слышим. И тогда человеку вот такие мысли появляются. Такие желания. Вдруг. Когда он находится в этом состоянии. А он думает, что ему это нравится. А он думает, что он так нравится. Это внушенное все время. Внушенное и навязанное. Просто нужно быть в хорошем настроении. Искать жизнь поэзив. Любить семью, женщину, детей. Нормально было ее. Уважать себя. Делать то, что уважали другие. Быть нормальным человеком. Поступать. Правильно. Как на самом деле. Правильно. По Богу. Чувствовать себя хорошо. И поменьше об этом думать. Такие мысли ощущаем. Естественно. Они появятся даже. Не придут. Такой проблем не будет. И по сути гомоскопсализм. Это новая мировая религия. Суть этого в том, чтобы приучить людей сдаваться. Как говорится. Да. Чтобы в один раз. Будешь сдавать ее всегда. На самом деле. На многих примерах. Каждый он по себе знает. В этот раз. Чтобы проверить в эту рельгиозную чушь. Нужно сдаться. Я по себе знаю. Но не верю в эту рельгиозную чушь. Но он по другим примерам. Чтобы поверить в то, что раньше верим. То, что снивает был знаком. Да. Когда такое состояние плохое. Ну а относится к нам придется. Уже снивает как-то. Когда это плохо чувствуешь. Такое ощущение, что сдаешься. Да. И тогда веришь. Можно вот так на самом деле. Не знаю. Что снивает. Ну вот такое наблюдение. Вот это связано с тем, что люди плохо знают. Эволюцию. Они глупые. Они просто сдают. Такое. Это связано с эмоциональными. Внутренним словами. Религия. Когда сделать это привычным. Чтобы всегда людей нагибать. Чтобы они сдавались. И навязать любую ложь. Любую чушь. И делать все. Что скажут. Как будто по своему желанию. Она тренирует служимость. Так вот. От нового мирового религия. Которую чувствоваться. Как говорится. Дарский беномиров. Так вот. И все это. Чтобы сделать слабыми. И несчастными. Чтобы легче было. Эволюцию. Подробнее об этом. На страницах. Гомосексуализм. Подопили. В каталоге. Статья. На сайте. Жопых. Ханка. Кру. И кстати. Раз гомосексуализм. Появился. Острадание. Это несчастные люди. Почему мы их называем. Геями. То есть. Веселыми. Если они себя так называют. Если они так себя называют. Мы их так называем. Чего. Как называть их 300. Французский грустный. Или как на таком духе. Потому что все это. Гомосексуализм. Педофилия. Я знаю это. По собственному прочувствую. Я не педофил. Никогда не было такого опыта. Никогда я не пытался ничего такого сделать. Но даже такая мысль. Такое желание. Таких фантазий. Появляются вдруг. Несторожно всего. Хотя раньше их не было вообще. Да. Не думаю. Почему. И вот ответ. Как бы нашел. Благодаря Богу. Есть. какой-то высший. Высший разум. Да. Который. Знакивание. Да. Но. Религия. Никакого отношения. Это. Такое. Сверхсестественное. Бог. Как. А как. Электричество. Например. Не более. Я отношусь к этому так. Они просто. Все. Запутывают. Просто. Все. 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 Они же убеждают. Что Бога нет. Если Бог есть. То кто же убедил на что Бога нет. Я всегда был адресным. После обещания Христианской гимназии. Я стал адресным. И там читать статью. Кто же это дьявол который убеждает на что Бога нет. Вот они там убеждают. Девы Бога до абсурда. Запутывая все. Запутывая. Бог. Яхва. Бог. Который какой-то выше разума. Не знаю. Информационный поле. Что это еще такое. Он. 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 конфессии христианства, они 300, то есть пидорасы. Грустные такие, от слова этого. И опять же, христианство вроде борется с гомосексуализмом и педофилией, а с другой стороны является ее первопричиной. Потому что первопричина это страдание. Первопричина гомосексуализма и педофилии это страдание. Страдание души. От этого такие мысли приходят. А мы думаем, что это я так думаю. Это нужно еще вот такие страдания, а потом нужно еще об этом как можно больше повторять, он будет слышать. И тогда вот человек становится, приходят такие желания, они сами окручиваются, накручиваются, а потом доходит до дела. И уже становится может быть, и в запиздец. Ничего себе не поделаешь. И это объясняет, почему в каталисизме, например, это такая большая проблема. И целые епархии окажутся влеченными в этом. Да и другие христианские конфессии, по-моему. Только масштабы этого менее известны, и они улучшаются. И другие конфиски тоже такие проблемы. Православие, патистантизм и так далее. Но в каталисе тут большой скандал. Наталья статью написать по этому, по-моему, кто-нибудь напишет, и досок. Как бы надо было мне, конечно, на самом деле такая большая проблема. Такой большой скандал-то. Целые епархии были, столько материалов. То есть это факт, непровержимый. А почему? Потому что страдания. Сами все страдают из Иисуса, накручиваются. Духовные упражнения именно эти мои. И потом еще вся эта зомосекционно-биологическая пропаганда в Европе, в Америке. Много об этом думают. И у них такие желания появляются. Они думают, почему? Почему? Это непонятно. Назначение. Назначение. Программирование. Верить всему, что говорят. Заголовок на самом деле там надо. Я еще не все изложил на самом деле, чтобы было короче, потому что сама уже 36 минут. Хочется все это покороче говорить. Потому что, если кому интересна, какому-то отдельному видео или на страницу изучить, да? Какому-нибудь, чтобы быстрее просто. 5 часов там снимать, сколько там. Все рассказывать подробно. Не каждый выдержит. Ну ладно. Назначение религии это никакое не служение Бога, программирование. Программирование к определенным чувствам и мыслям. Чтобы они стали привычными и находились в таком состоянии, где не могли думать. На самом деле. От того, как вы себя чувствуете, так вы и думаете. Если у вас чувство никакое, никак все чувствуете, да? То и никакие мысли нет. Пустая глава. Вот сейчас я же за компьютером написать там статью там. Никак себе не чувствуешь. Вроде все понятно, все знаешь. А вот никаких мыслей нет. И вдохновение. Какое-то чувство вроде, да? Хотя бы легкость и что-то такое, да? Вдохновение, любовь, чувство людей наполняешь. И от этого уже глава начинает по-другому работать. Уже другие мысли идут. Уже вот нужно по такому если он приходит, да? И все получается хорошо. Когда никак себя не чувствуешь, то вот думаешь о том, что на прочную главе. И так бы ничего не можешь придумать. Образно говоря, как мне было откровение, когда я писал статью классической литературы Евангелия для аквистов или попса прошлых людей, грехов. В церкви это башня-излучатель, который заставит верить всему, что говорят, вопреки бьющей в глаза реальности. Как вот это и написано в обитаемом острове. Особенно так. Именно так. Буквально бьющие в глаза реальности. Я вижу по некоторым верующим. По многим верующим. Говорят одно, а на самом деле другое. Говорят наоборот. Не замечают этого. Говорят подмену понятия. Вообще-то такой чушь. Вот вопреки бьющей в глаза реальности, если это действительно. Поэтому, как вы думаете, почему так важно именно верить? Почему в религии так важно именно что в вере? Вера. Это наша вера все тоже. Почему так важно? Это тренировка. Чтобы это чувство стало не проблемой. То есть, делать ее чем доверчиво и сделать чувство неконтролируемо. Что умом говорит, и они сразу верили. Без критического осмысления. Их легче было обмануть. И унушать нужные мысли. Для кого-то, как я замечаю. Например, меня и некоторые атеисты. Замечаю. Не очень верующие. Замечаю делать... Вернее, как замечаю, делать очень неверующими во что-то. Называемые сверстесечения. Им нужны доказательства. Обязать нужно доказать. Вот они не поверят. Вот так. Хотя и нужно было. Хотя это очевидно даже можно. Дисклированная вода самоучила. Да, кстати, и статья на сайте. Пейте только новорожденную воду. Вот. Не верующие в то, что называется сверхъестественным. Да. Некоторые ученые говорят. Не поверю. Даже если увижу или докажет. Парфеномен Наталья Демкин, кстати, кажется. Тот из его исследующих такой говорил. Делает очень сомневающимся. Из-за этого делающими ошибки и сами обманывающими себя. Из-за этого страдающими. Уже сами себе этим причиняя страдания чаще всего. Вот я, например. До сих пор не верю в знаки, на самом деле. Как не выходит по факту. Чувствуй будущее. Всякое такое. Происходит вот такое. Я думаю. Не может быть. Хотя спроси меня. Я верю. Да. Вот такие были случаи. Значит это было. Значит это так. Значит есть. Вот происходит. Я не верю. По факту получается. Сколько уже раз было. Она не может быть. Программирует. Программирует на страдания. Чтобы сами хотели постарать. Программирует быть жертвами. Программирует на мазохизм. Через тренировку. Или ловушки. И сделать состояние страданий привычным. На прологовушке луго растает. Но интересно. Или как они говорят. Как они говорят. Научить любить страдания. Там в статье есть ссылка на это. На то чтобы любить страдания и стремиться к страданиям. Так вот. Правильно говорится в фильме сигарет. Как правильно говорится в фильме сигарет. Когда вы о чем-то думаете. Не важно. За или против. Вы притягиваете это. Тот кто постоянно думает о страданиях и болезнях. Притягивает. Тренировку. По течению думать. Тренировку по течению думать. Думать не самостоятельно. А как книжка написана. Вот они так. А как библия написана. Вот так на виду. Вот так нас учит на урок литература. На уроках. В школе. Да. Думать как написано в книжке. В самой стране. В школе. Это правильно да? Да. Но в библии. В религии. Надо думать так. да? Вы работали еще. Она влияет на все. Абсолютно. На все сферы жизни. Поэтому неверно виноваты. Даже если вы не религиозный человек. не граница в религию. Пострадает за сус Христа. Вот они так учат. Думать как написано. Пускать там вот. Нужную цитату. Отучение чувствовать. Эта тренировка. Делать как надо. Как кто-то считает правильным. Вот так правильно. И так надо делать всегда. да? Вот и что то что. В данный момент. Это неправильно. Вот надо выпить. Например. Праздник. Ну. Ну. Водки. Тебе хорошо. Выпишь. Горько невкусно. Например. Ну. Праздник надо. Например. Краницу. Или если тебе плохо. Очень плохо. Но правило. Никогда не пить. Ну. Если выпишь. Тебе полегчает. Будет хорошо. Фух. Например. Или каком продукте. Есть. По правилам. Не важно как. Вы чувствуете. Что вот так. Надо делать. А есть правило. Что нужно делать. Другому. Так нельзя. Или так нужно. Несмотря на то. Что вы чувствуете. И таким образом. Отвечает. Чувствует. Чувствует себя. Вот. Мы делаем. Несмотря. На свои желания. Смотря на свои чувства. Вот. На самом деле. Очень большая проблема. Получает. К абсурдам. И не замечать. Противоречия. 200 текста. Специально. Так много абсурда. Противоречия. Что мы в евреи не могли ничему не определить. А так и было задумано. Смысл в том. Что бессмысленно заставить людей видеть смысл. Это тренировка для того. Чтобы они не замечали абсурд. И противоречия другому. Так как в школе. Отвечает. Думает. Противоречает. Думает. Правильно. И не заметили себя самого. Принцип. Насколько я понимаю. Такой же. Когда я стал абсурдом безграмотно. После того. Как я прочитал книжку. На старовском языке. Я стал безграмотным. Ничего не мог с этим поделать. Вот. Выучил правила. И как ни проверял. Все равно делал дикое количество глупейших. Глупейших ошибок. А мне казалось, что все правильно. И когда мне работа приносили. Я не велась количество ошибок. И так каждый раз. Ничего не смог. Не мог с этим поделать. Вот я пишу. Вот раньше я писал. Я не знал правила. Написал. Более менее грамотно. Да. Дело там мало ошибок. И писать на направлении. Просто потому что он много читал. Как в детстве. А потом увиделся и перестал. Это отдельно стоит. Тоже важно. Там на сайте жопы. Я рассказывал. Обиды это очень важно. Они стоят обиды. Чтобы сделать нас славно. И делать прощение. слабости. Чтобы не прощали. Не прощали других. Не прощали себя. И повторяли вновь и вновь. Те же самые ошибки. Так и задумывали. Вот. Так вот. Я прочитал книжку. На странице. Там про это рассказано. На странице. Какое-то. Не помню. Но я дам ссылку. Написанное видео. Ничего не мог с этим поделать. Я додумал. Чайно пишу на пятерку. Все проверил. Сдаю. Не принес там. 10-20-30 ошибок. Учительность поставок. Как-то единичную. Я больше ошибок. Просто не видел. Я удивился. Ничего не мог с этим поделать. Понимаете. И так же. Вот. Через тренировку. Незаметно. Незаповторение. Все время. Таких действий. Бессознательных. Они делают так. Что. Вот. Как вот. В этом примере. Слышка. Не получилось. Но я не понимаю. Как это происходит. Как можно такую. Не замечать. Таких абсурдов. Как можно так учить. Мало. Как можно быть противоречит. Ну. Очевидно. А. Вот. Этот пример. Позвольный. Понять. Как это делать. Вот. Знает. Как правильно. Даже. Правило. Знал. Апсал неправильно. Вот. Так же. И здесь. Получается. Они все знают. Но. Пуставают все время неправильно. У. 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 убежать сбежаетесь и потом любимый человек станет чему-то безразличным уже никакую чувство любви не вызывает просто сидолы убежать долго накручивать долго думать этот раз и вот как я обиделся почему пристал читать раньше читал в детстве потом научили читать а потом мама решила что мне нужно больше более это много читал очень не понравилось и она отмена на тушку там написано сайта не знаю кому не читал я обиделся помню как на так вы научили читать вы читали а теперь отнимают мечты ну короче минса виды подумал так когда я вообще не и потом не достал после этого случая ну что связано также почитал книжку по грамоте как-то так может быть на самом деле так происходит вот так подумал с обидой все после этого стало неинтересно это чтение я уже эту книжку почитал через силу потом все другие книжки почему учился плохо школе потому что ничего не читал мне было сложно не было тяжело нет было скучно почему-то хотя раньше он это был очень интересно читать просто обиды подумал тогда никогда не будем считать еще и так получилось потом пришлось очень долго долго приучать читать очень долго заставлять что чтобы более-менее это занятие было интересно это это уже не настолько интересно да как бы уже нормально занимается читаю могу читать ничего но не настолько интересно как вот было детство но если мне мой это случай с ними родили это очень важно знать не объяснять детям сами себе же сделать хуже из-за своих обид после этого ну чтобы обижаться хочется обидеться но не стоит как бы да это очень важно и когда я смотрю дбн и когда смотрю дбн и кто спонят как модом молоть такую чушь противоречию себе это будет не замечательно вот такой случай напал про книжку и напоследок и напоследок верующие нет защиту своей религии говорят ну а как же мы будем жить без религии что же будет и разные возражения на эту тему отвечу так действительно что будет если дьявол который сеет лучше страданий исчезнет из этого мира что будет на рынке все будут жить только лучше а вместо христианства предлагаю создать новую мировую религию хэнка слави риги приносящей позитив радость программирующую на успех программирующую на позитив на хорошее настроение веру с юмором воспитывающего юридическое мышление и здравоохранения проучающие думать а не верить ну и стоп нужно ведь предотвращаю предотвращающие проблемы а не создающий и которая служила бы вечным напоминанием о том бреде как ручь и стал последний 2000 лет и как он работал что подобное больше никогда не пытались и сайт кстати вот сайт и содержание особенно последних статей таком виде потому что форс-мажорное обстоятельство и мне пришлось заканчивать одному очень уже для сроки поэтому судить пожалуйста труба потом как сделаю лучше надеюсь кто не поможет и надеюсь у меня будет средства чтобы им хорошо занимать вот над испанута игру код статья другое видим пром спасибо за внимание надеюсь вам было интересно